МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как признаться в любви с помощью фотографии? Почему кинорежиссеры предпочитают орловских артистов? Как сделать глиняную игрушку в чернышинской традиции? И где и как провести культурный уикенд? Здравствуйте! С вами Алла Новоженина. В эфире культурное обозрение. Уходящая неделя была богата на выставке. Истафету открыла золотая осень в выставочном центре. На открытии осенней живописной экспозиции собралась почти вся орловская интеллигенция. Правда, не только для того, чтобы лицезреть красочные полотна. В городском выставочном зале аншлаг. Повод чествования победителей международного конкурса пленарных работ. Недавно завершившегося в Белгороде. Первое место Европейская комиссия отдала нашему земляку, живописцу Анатолию Костянникову. В условиях фестиваля, значит, работы, которые отмечены дипломами, в дальнейшем там будет работать комиссия их местного Белгородского музея. И мы надеемся, что его графические произведения загубят и попадут в коллекцию великолепных произведений Белгородского музея. Другим поводом для такого большого собрания послужило открытие итоговой осенней выставки. На ней представили свои работы почти все орловские художники. Здесь и натюрморты, пейзажи, портреты, выполненные в разных техниках и жанрах. Ну, выставка итоговая, это итоги этого года. Здесь очень много работ, которые художники привезли из дальних странств. Интересными и яркими показали зрителям работы, выполненные в жанре поп-арт, использующие образы продуктов потребления. Очень красивые картины, такие яркие, живописные, прям удивительные. Вячеслав Ромашов представил на выставке три работы – дружеский шарш на известного историка Владимира Неделина и два натюрморта. Здесь мои представлены их работы. Это из серии натюрморта-притчи. Они, так сказать, иносказательные и несут в себе определенное такое ироничное состояние взгляда на жизнь. Ну, кто увидит это, посмотрит, но, может быть, улыбнется, этого недостаточно. Выставка будет работать три недели. Подхватили эстафету живописную выставки фотографические. Одна открылась в выставочном зале «Ракурс». На ней отнюдь не осенние фотографии, а портреты, запечатлевшие признание в любви. Другая в Краеведческом музее. На ней фотографии из личного архива Александра Воробьева, отметившего накануне юбилей. Ее назвали «Признание в любви». На необычные фотографии выплеснули свои чувства лучшие мастера фотоцентра. Признание в любви. В любви признаются к фотографии бывшие учащиеся фотоцентра «Ракурс», а ныне выпускники, которые не только любят фотографию, но даже и считают это делом всей своей жизни или смыслом жизни. При помощи выразительно-изобразительных средств фотоискусства на суд зрителей представили портреты, что сильно удивило организаторов проекта. Выразить свои чувства к фотоцентру таким образом, во-первых, сложно, во-вторых, необычно. Но фотохудожники, доказывающие не один год свое мастерство, убедили. В «Ракурсе» уверены, что выставка станет хорошим примером для подражания всем, кто планирует научиться фотомастерству. В Краеведческом же музее тоже своего рода признание. Здесь разместил свои фотографии юбиляр Александр Воробьев. Автор известен горожанам как председатель Орловского отделения Союза литераторов России. Выставка приурочена к 60-летию Александра Воробьева. С помощью фотографий из личного архива юбиляр повествует об истории Края и своих наблюдениях. В театре «Русский стиль» поставили спектакль по Достоевскому. Непростую историю о психологии человеческих взаимоотношений несколько раз экранизировал отечественный и зарубежный кинематограф. О том, что пытались рассказать с подмостков Орловского театра, узнаете из сюжета. В русском стиле в новом театральном сезоне продолжат ставить классику. На смену Андрееву и Бунину в этом году придут Достоевский и Тругенев. Посередине сезона два современных спектакля. Один более драматичный, второй комедия. Это вот такой довольно серьезный сезон. Вот мы идем медленно к юбилею нашего города, делая эту программу. Увидеть воочию непростой спектакль о психологии человеческих взаимоотношений в русский стиль пришли театралы-завсегдатые. Некоторые уже видели кроткую спектакль по пьесе Достоевского у именитых режиссеров московских театров. Спектакль показывает замысел Достоевского о палаче и жертве. Автор не дал имена своим героям, поэтому главную героиню зовут Кроткая, иллюстрируя ее характер. Кроткая замужем за ростовщиком. Со временем она стала презирать род занятий мужа, дающего в долг бедным под большие проценты. Она возненавидела и мужа, но изменить ситуацию не смогла. Кроткая кончает с собой. Бунт, выразившийся таким образом, переворачивает мировосприятие ростовщика. Так они ее пили, попрекали куском хлеба. А она, бедная, где-то и грамоте выучилась. Детей тетки не хучила. Несмотря на то, что Михаил Федорович хотел показать реалии того времени, спектакль задел за живое находящихся в зале. Тема одиночества прошла красной нитью через все действия, не оставив равнодушных среди зрителей. В их числе были и городские чиновники. Мэр города пришел не только поздравить театр с началом сезона, но и вручить награды артистам. Говорить после увиденного было непросто. Наверное, немногие знают, что в театре «Русский стиль» работают актеры кино. Одним из них, Фетисовым Сергеем Васильевичем, мы пообщались как раз после его очередных съемок в полнометражном фильме. Его роли в кино и не перечислить. Вот только некоторые из тех, что у всех на слуху и в памяти. Штрафбат, вечерний звон, Иуда. Фетисова знают и ценят не только на отечественной съемочной площадке. Актер снимался в Финляндии, где сыграл Хрущева. А совсем недавно мэтр Орловской сцены приехал из Ярославской области со съемок очередного российского фильма. Значит, это все завертелось в мае месяце на седьмом международном фестивале в Чебоксарах кино «Малых народов», в которых я был уже шестой раз со своей последней картиной «Иуды», где я сыграл Понтия Пилата. Там Сергей Васильевич и познакомился с молодым режиссером из Ярославля. Вобликов привез туда документальную ленту, а после знакомства с Фетисовым заболел художественным фильмом. Он настолько загорелся идеей, что он мне сказал, «Я через месяц вам позвоню». Мне не хотелось его, так сказать, круто обрывать и говорить, что «Володя, из-за того, что мне позвонишь, у нас ничего не изменится, ни у тебя, ни у меня нет денег на съемки». А съемки требуют просто колоссальных денег. Для съемок задуманного фильма, сценарий которого пересекался с пьесой «Вечер», в ней Фетисов сыграл одну из главных ролей старика Гастрита, нужны были большие средства. Но их, как ни странно, режиссер нашел и вызвал Фетисова на съемку. Факторов, чтобы это все случилось. Я говорю о сценарии, группе. Тебе нужен как минимум оператор, гример. Нужны люди, которые будут немножко обслуживать эти съемки. Не в смысле слуха, а в смысле профессии. Все будет. Съемки проходили в заброшенной деревне. Работать приходилось по 14, а то и 18 часов в сутки. Фетисов сыграл отставного военного с взрывным характером. У него непростая судьба. Он по сценарию такой же брошенный и ненужный, как и другие старики в деревне. Несмотря на обстоятельства, в которые у всех разные, старики влюбляются, даже строят ракеты и мечтают. Фильм раскрывает глубину человеческих взаимоотношений. Кстати, многие из них родились в процессе работы. Ксевич! Да ладно! Гастритич! Ты меня не гастритич! Сегодня, несмотря на усталость, актер с грустью вспоминает о прошедшем. Не буду говорить финал. Я сейчас не знаю, как он смонтируется. Он очень, в нем есть боль. Вот это главное. В нем нет развлекухи. Я не знаю, переименуют ли название старики. Я не знаю. Конечно, это не для кинотеатра название. Конечно, не для кинотеатра. Точная дата выхода фильма неизвестна, так как необходимо еще найти средства для его монтажа. К тому же фильм будет не для кассового зрителя, а для своего элитарного, чувствующего настроения времени. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с историей и культурой Новосильского района. Вас ждет продолжение экспедиции в Край мастеров. Из нашей рубрики вы узнаете, как изготавливается чернышинская игрушка. Новосильский район издавна славился мастерами. В этих краях с 12 века обитали зодчи, ткачи, мастера глиняной игрушки. Кстати, игрушки уделяли здесь особое внимание. Глиняная кукла – барыня, была своего рода оберегом и символом плодородия. Вот почему у нее такие пышные формы. Лидия Михайловна – одна из тех, кто владеет ремеслом чернышинской игрушки. Свое название «глиняная кукла» получила благодаря селу Чернышино, расположенном недалеко от Новосиля. Еще в 13 веке там было поселение мастеров. Примечательно, что искусством лепки занимались только женщины. Но история этой игрушки так же драматична, как и судьба Новосильской крепости. В 1376 году городище было уничтожено отрядами хана Мамая. В огне сгорели и мастерские. Возрождать древнюю лепку начали в 1575 году благодаря казакам, прибывшим восстанавливать Новосиль по приказу Ивана Грозного. И вот с тех пор, когда восстановили Новосиль, и Чернышино, это древняя тоже деревня, скорее всего, биотическая, и игрушка, благодаря приходу казаков, она получила новое дыхание, то есть стала вновь лепиться. Лепили женщины только из поколения в поколение. Девочкам передавали, бабушке, детям, дочерям, внучкам. И только женщины лепили. Вот за такую барыню можно было выручить 3 копейки, а за монашку-рюмашку 2. Своё название кукла получила из-за использования в качестве ёмкости для жидкости. Сегодня и монашка-рюмашка, и барыни с кавалерами – экспонаты Краеведческого музея. Вот это вот глиняная свистулька, какие в 16-17 веке были распространены достаточно широко по всей Орловской области. Известно достаточно большое количество находок. Это вот, видимо, та самая птичка-кукушка. В более позднее время производились всевозможные виды игрушки, как, например, барыни, коньки. В более позднее время появляются женские фигуры, одетые в городской костюм. И до настоящего времени этот промысел на Орловской земле продолжает своё существование. Сегодня мода на глиняных кукол прошла. Но самобытное ремесло всё ещё преподают в Новосильской школе, в надежде, что появится продолжатель древней лепки. С 1 сентября начинает топиться печь для обжига, и глина преображается в форму. Самые удачные поделки помещают под стекло школьного музея. Это уникальное место, где можно видеть сразу столько глиняных экспонатов. Джон Леннон как-то сказал, жизнь – это то, что случается с тобой, пока ты занят другими делами. В преддверии выходных мы поделимся с вами информацией, которая способна разгрузить трудовые будни. В эфире афиша. В ней мы расскажем, где и как провести время с пользой. В воскресенье 11 октября в 11 часов юных зрителей приглашает русский стиль на сказку «Вождь краснокожих». В этот же день приглашает и театр «Кукол» на спектакль «Репка». 12 октября в 18 часов в русском стиле ждут уже взрослых на комедию «Невольницы», а в театр «Кукол» на спектакль «Машенька и медведь». 14 октября в 18.30 в областной филармонии играют Алексей Балашов и Ксения Лубянцева. 15 октября в 19 часов в русском стиле драма «Смерть олигарха». 15 октября в здании библиотеки Бунина состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Лермонтова. В этот же день в 19 часов на сцене городского центра культуры театр «Свободное пространство» представляет музыкальную комедию «Ханума». 16 октября в 19 часов в русском стиле праздник «Фарс. Похвала глупости». В этот же день в Государственном литературном музее Тургенева тетрализованное представление, посвященное Михаилу Лермонтову. 16 и 17 октября на сцене городского центра культуры в 19 часов спектакль «Последний сон». 17 октября в 19 часов в русском стиле психологический детектив «Мысль». В областном выставочном зале проходит осенняя выставка. В рамки эфирного времени очень трудно вместить все интересное, что произошло на этой неделе. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите «Культурное обозрение» в следующую пятницу. Мы желаем вам хорошего настроения и позитивных ярких эмоций. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok